Приветствую зрителей канала Процветок. И сегодня мы покажем вам реконструкцию старого сада. Очень многие люди сталкиваются с тем, что сады стали взрослыми. Яплони на семенных подвоях способны жить до 120 лет. Например, Антоновка спокойно выдерживает 120 лет. И что же можно сделать со старыми деревьями? Естественно, если на дереве поселились уже, вы видите, плодовые тела трутовых грибов, то такие деревья лучше вырезать, потому что они, собственно говоря, являются источником инфекции. И медленно, но верно, споры разлетают. И если входные ворота есть, морозабоины, вы, допустим, не берите деревья в стволы на зиму, особенно это касается молодых деревьев, то возникает морозабоины, споры спокойно туда заселяются, прорастают. И это вопрос времени, когда ваше дерево поразится. Дело в том, что гифы грибов развиваются из-под вали, и пока незаметно. Плодовое тело – это уже так и знаете, что у вас полностью весь организм пронизан гифами гриба этого, и дерево скоро умрет. Но есть деревья, которые старые, достаточно сильные. Есть много старинных сортов, вполне, скажем, таких приятных, на вкус плоды имеющих. И многие ценят это как память о родителях. То есть это такая актуальная проблема. Кто-то хочет тенистый сад иметь, кому-то нравятся просто такие старинные стволы. И что с этим делать? Это вот старый заброшенный сад. И, скажем, мы попытаемся его потихонечку реанимировать и омолодить сад. И сейчас я покажу вам конкретное деревье, которое в этом саду останется. Но мы его значительно-значительно, крону его уберем. И вы видите, еще достаточно много плодов. Но видите, что есть сухие сучья. И эти деревья, они старинные. Им где-то 40-50, ну минимум 45 лет, а скорее 50, и может быть даже 55. Ну где-то вот в таких рамках. Значит, оно активно плодоносит. Но плоды мелкие, здорово заражены паршой, манилией, плодовой гнилью. То есть очень много проблем. Но само дерево еще достаточно сильное. Так как оно впало в периодичность, в этом году активное плодоношение. Значит, в следующем году будет сильный вегетативный рост. И именно поэтому в этом году его можно очень сильно обрезать. Потому что энергия роста будет большая. И оно отрастет так, как нам бы хотелось. То есть мы будем работать сейчас на омоложение. Если не так значительно, значит, мы хотим не радикально обрезать, а на плодоношение оставляем, то тогда нужно резать сад сильно в год обильного плодоношения. То есть, допустим, на следующий год, если бы мы, допустим, одну треть крона убирали, то тогда мы бы поступили так. Ну и сейчас перейдем непосредственно к рассмотрению частного случая. Вот смотрите, здесь так очень интересно сделаны деревья. Здесь даже могут быть привиты различные сорта в кроме. Но мы сейчас будем работать на омоложение. Вот я попрошу камеру направить сюда, чтобы увидеть, чего нельзя делать. Вот смотрите, здесь вот такая, допустим, на стволе есть отметина. Как бы завалена чечевичка такая, как бы сформировалась углубление, такой кратер. Это все возникло из-за того, что когда-то на каком-то этапе неправильно обрезали ветку. Очень сильно с большим, ну как бы выбрали из коры. И вот получилось вот такое вот маленькое дупло. Дерево-то с этим справилось, оно как бы заросло. Но тем не менее, вот такая вот дырочка здесь вот есть. Вот когда-то тоже обрезали, сучок оставили. Ну хорошо, что оно как бы не сильно пострадало дерево. Хотя вполне возможно, что и здесь такая ситуация была. И потом здесь такое дупло тоже может образоваться. И сейчас мы принимаем решение, так как дерево огромное, все заслоняет. А здесь вот у нас есть вот такие раз, два, три ветки вниз идущие. Вот это молодая ветка, но она уж больно высокая. Это когда-то был водяной побег. И вот вы видите, водяные побеги со временем тоже заплодушиваются. Но нижний ярус, ну практически плодовые ветки не формировались. Они сформировались там под небесами. И эти яблоки, которые опадают, во-первых, их много. И столько много не надо яблок. Во-вторых, собрать их практически невозможно. Они падают, разбиваются. Поэтому мы будем так существенно декранировать. Еще вот покажу одну ошибку. И вот смотрите, что бывает, когда ветки обрезают ни на что. То есть так резать нельзя. Просто взяли, срезали ветку, где дотянули, где доставали. Хотя удобнее было срезать. Снизу правильно было бы в этой ситуации резать так. Но вообще вот такие вот развилки, тройники, их ни в коем случае нельзя оставлять. Почему? Ну здесь этого, к счастью, не произошло. Просто вот эта часть дерева, видимо, никогда не была под существенной нагрузкой. А это, скорее всего, что сорт был привит такой, что перегружался. И, скорее всего, что она обломалась. Именно поэтому вот такую культуру оставили. Ну и сейчас мы поступим следующим образом. Мы уберем вот так вот это дерево, вот так вот наискосок, чтобы приблизительно угол 45 градусов был. Для того, чтобы влага стекала потихоньку вот так вот на вот эту ветку. То есть полотно кладешь сюда и вот так вот режешь. Вначале подрезаем здесь. И вот это, ну как бы, к зрителям обращаясь, говорю, что это нужно делать постоянно. Для того, чтобы при падении ветка не обламывала. Вообще лучше даже, допустим, бывают разные ветки, бывают отлоги очень. Вначале ее нужно декронировать. То есть укоротить часть. Но здесь она вертикально вверх растет. Декронировать ее не получится. Мы бензопилой можем работать только на уровне плеча. Ну можно там чуть-чуть выше плеча. Но остальное по технике безопасности запрещено. Поэтому тут так не получается. Но вот мы до трети подпиливаем вот так наискосок. А потом уже идем отсюда и спиливаем полностью ветку. И здесь мы уберем. Можно вот так вот ветку убрать. Можно вот так вот ветку убрать. То есть мы вот таким образом существенно снизим. Можно было бы оставить только одну эту. Но все-таки если мы отторгнем и эту ветку, и вот эту часть, то останется всего лишь одна веточка. И это уже будет заслишком для дерева. То вот ветку она отлогая. И на первый год мы оставим. Значит останется вот такое вот изогнутое дерево. Ну и я надеюсь, что на следующий год здесь много-много проснется спящих почек. Может для этого, чтобы спонсировать это, можно вот очистить этот мох, да. И потом уже весной, ну в Грузии во всяком случае применяют такой прием. На старых деревьях берут колотушки деревянные и так вот колотят по дереву. И трещинки такие образуются. И через них быстрее пробивается спящая почка. Ну вот мы сейчас потихонечку и приступим к этому. Субтитры делал DimaTorzok Вы видите, значит Ярослав нам спилил и одну ветвь огромную, да. По сути дела это целая яблоня. И вторая ветка. И видите, вот какой вот срез. Сейчас его надо будет заделать либо садовой краской, либо масляной краской. У кого есть олифа, олифой такие, если срезы можно заделывать. Можно заделывать и садовым варом. Но садовый вар подавляющее большинство людей наносит неправильно. Сейчас есть такие неплохие стики, сделанные как палочки вот такие. Этим варом, ну на мое усмотрение, лучше пользоваться. И он какой-то более такой мягкий, более пластичный. Дело в том, что садовый вар не должен наноситься толстыми слоями. По идее, вот голой рукой, пальцем лучше всего. Конечно, пальца немножко жаль. Но тем не менее, садовый вар должен наноситься тоненькой пленочкой, а не с миллиметровыми слоями. Поэтому, когда сегодня тепло, сегодня плюс 12, плюс 14 градусов. Но не всегда такая температура бывает. И, значит, при сегодняшней температуре он будет лучше наноситься. Но если попрохладнее, то лучше, конечно, тогда либо масляная краска, либо олифа, либо садовая краска. Сейчас подавляющее большинство садовых красок выпускается уже с фунгицидами. И основная задача закрыть от проникновения патогенных микроорганизмов и транспирацию тоже немножечко уменьшить. Потому что сейчас она незначительная, но тем не менее нужна. Потому что зимой тоже будут иссушающие такие ветра, заморозки. И лучше предохранить. Потом, после того, как заделается срез, тоже берутся щетки такие, достаточно жесткие. И очищается, видите, здесь была тень такая значительная. Моха очень много. Это не лишайник, это именно мох. И тоже можно почистить дерево и обработать бордоской жидкостью. Бордоская жидкость содержит в себе извести медный купорос. И немножечко и подсушивает кору, и залечивает. Ну и потом, можно даже как только она высохнет, побелить дерево садовой побелкой. Почему? Ну, потому что, во-первых, вот видите, когда кора такая лохматая, под ней может укрываться целая куча и вредителей, и какие-то патогены могут там скрываться. Ну и самое главное, что мы таким образом и защитим дерево от, снизим инфекционную нагрузку. И весной оно у нас, ранней весной и поздней зимой, то есть в феврале-марте, оно будет предохранять дерево от солнечных ожогов. Еще спрашивают часто, как высоко белить дерево. По сути дела, если вы только достаете, можно белить все до тех пор, пока вы достаете. Почему? Потому что, естественно, такая кора от морозобоя не сильно пострадает, а вот молоденькая кора, она пострадает очень сильно. Ну и вернемся немножко к омоложению. Вот вы видите, значит, мы отторгли большие ветви, да? И вот эту ветку, ее, в принципе, нужно будет со временем отторгнуть, потому что она тоже, она развивалась в тени. Вы видите, что на ней мало чего плодового осталось. Но, тем не менее, на первый год ее однозначно нужно оставлять. Но вообще в перспективе у нас остается вот эта вот ветка, как на дерево, на омоложение. Ну и вот эта вот ветка, она тоже какое-то время еще поплодоносит. У нее ситуация немножко лучше, хотя тоже есть вот уже обсохшие совершенно плодовые веточки. Ну, это весной уже можно будет ее подкорректировать, когда будет видно, что из них в лучшем состоянии находится. Но, во всяком случае, вот в таком виде вполне можно оставить на омоложение. Ну и я надеюсь, что потом по развитию ситуации мы сможем отснять ролик, как она будет в себя, как это дерево конкретно. Мы планируем все эти деревья омолодить. И как и это конкретное дерево, и как другие деревья будут выглядеть уже после обрезки. Я попрошу Женечку снять все деревья, которые здесь, на этом участке будут. Ну и потом весной мы постараемся сравнить, что было и что стало. Ну, не забываем, еще вот сейчас такая погода позволяет. Кто не успел сделать искореняющее опрыскивание, то, пожалуйста, делайте это. 5-7% раствор мочевины, причем его можно наносить и на стволы, и не только на приствольную, собственно говоря, по всей территории вы можете обработать. Тогда вся вот эта вот листва опавшая, на ней есть различные грибы, да, и вот вы максимально уходите от сапрофитной стадии, и особенно это касается груши, потому что в последнее время это такое целое бедствие. Ржавчина груши, все спрашивают, что это такое. На нижней стороне там иногда такие плодовые тела вырастают, как лисички. Поэтому, ну, вот знаете, что таким образом можно снизить инфекционный фон, и еще после этого, через 3-4 дня можно обработать либо бордовской жидкостью, либо азофосом, и то же самое, как все ветви и стволы, так и все, в общем-то, все свободные площади, все поверхности, и у кого цементные заборы, ну, такие, скажем, ну да, как их назвать. Ну, в общем, забор единственное, что, может, металлический не стоит, потому что, в принципе, это достаточно агрессивная среда, но так вот, а для беззаразивания можно обрабатывать. Вот, ну и, собственно говоря, у меня все. Если у кого-то есть такие сады, то берите на вооружение. Главное, правильно срезы выполнять. Ну, вот здесь Ярослав немножечко не послушал, он срезал, так вот на треть подрезал, но не так сильно, как надо было бы. И вот, видите, чуть-чуть кора задралась. Ну, это вот такое не страшное, главное его заделать. Заделать, как я уже говорила, либо садовой краской, либо садовым варом. Заделать, чтобы он не инфицировался и не подсыхал. Вот, ну, собственно говоря, у меня все. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова